МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Правовая среда на канале Беларусь4. Программа «Чрезвычайная ситуация» продолжает эфир телерадио компании Гомель. В Международный день борьбы с употреблением наркотиков затаился в тени минувших жарких выходных. Между тем, и сами правоохранители этого не скрывают, проблемы своей актуальности с годами не утрачивают. Более того, по отдельным направлениям наркоконтроль фиксирует рост. А самое страшное в оперативной статистике то, что снижается возраст первого употребления этой отравы. В уголовном деле, которое мы взяли за основу сегодняшнего выпуска, самому младшему наркоману было всего 13 лет. Именно поэтому мы будем детально разбираться в том, как наши дети приобретают спайсы, и почему у обезглавленной наркотической гидры тут же вырастают две новые головы. Вот уже сто лет на официальном межгосударственном уровне ведется борьба с незаконным оборотом наркотиков и психотропов. Больше века специалисты пытаются найти эффективное лекарство от этой болезни. Наркомания – это прежде всего тотальное поражение личности. Наркотики полностью контролируют и подавляют физическое и духовное состояние человека. По оценкам ООН, при превышении порога в 4% наркопотребителей нация обречена на вымирание. В маленькой европейской Беларуси проблема наркотрафика давным-давно вышла на межконтинентальный уровень. Данные психотропные вещества поступают на территорию Республики Беларусь, как правило, с территории России, а в свою очередь на территорию России, а из Китая. Управление внутренних дел ведется определенная работа, постоянно осуществляется мониторинг интернет-сети, так как подавляющее большинство распространения данных психотропных веществ проходит с использованием сети интернет. Различных приложений для обмена сообщениями, такими как Vipol, Telegram, ранее был Brosex и иных, то есть Jabber, Hubber, программы мгновенного обмена сообщениями. 328-я статья Уголовного кодекса предусматривает ответственность за незаконный оборот наркотиков. За пять месяцев в целом по стране по этой статье возбуждено почти 3000 уголовных дел. При этом 40% приходится именно на сбыт. Разумеется, большая часть преступлений в оперативной статистике принадлежит Минску, а сразу за ним Гомель, почти 500 фактов. Около половины здесь сбыт. При этом нельзя забывать фактор латентности, то есть преступления, которые не попали в официальную сводку, а самим наркодельцам сошли с рук. Так вот, для получения цифры, близкой к реальности, официальную статистику следует умножать на 10. В управлении Следственного комитета по Гомельской области по материалам одного только уголовного дела подтверждают такое положение вещей. Подсчет велся, исходя из изъятых у наркодельцов готовых доз и реагентов для травы. 500 грамм – это чистого реагента, чистейшего, из которого, если на 1 грамм умножить на 13, можно получить огромное количество россыпи. И, по-моему, это было 500 и 400 порошок альфа-ПВП, это который расфасовывается. Все остальное – это мы забрали из закладок, которые отрабатывали. Всего их более 600 по городу было отработано. Но с учетом того, что это были большие продолжительные периоды времени. То есть люди работали, грубо говоря, с апреля, с мая, а мы на них вышли только, вот сотрудники НОН, вышли только в июне. То есть это уже проданные наркотики, но все равно отрабатывались эти адреса. Речь идет о деятельности только одного интернет-магазина. Для правовой оценки этой, с позволения сказать, торговой точке понадобилось почти 30 томов уголовного дела, каждый из которых содержит 250 листов. Не вдаваясь в долгий пересказ фабулы, отметим, что все участники преступной организованной группы, содержавшие наркомагазин – молодые люди. И все они, кроме того, что распространяли психотропы, стабильно употребляли эту отраву сами. На данный момент нам установлено 10 человек. Это лица, которых мы знаем. А также, помимо данных десятерых, есть неустановленные организаторы, неустановленные операторы. Значит, 8 из десятерых – это граждане Республики Беларусь, гражданин России и гражданка Украины. Возраст с 95 по 97 год, и только гражданка Украины у нас 83 год. Все остальные молодые люди, 80% из них, по-моему, только двое работающие, все остальные безработные. Подавляющее большинство преступлений, связанных со сбытом запрещенных к обороту веществ, совершается через интернет. Специалисты называют цифру от 80 до 90%, если говорить о психотропах. Сегодня ни наркоконтроль, ни следователи не боятся раскрывать названия компьютерных программ и сайтов, которые облюбовали наркоторговцы. И вот почему. Во-первых, шило в мешке не утаишь, и кому надо всегда найдет путь к своей дозе. А во-вторых, все эти названия – Випол, Телеграм, Бросикс – это сигнал родителям внимательнее изучить содержимое мобильных устройств своих детей и подростков. Вот с прошлого года в Уголовном кодексе действуют поправки, по которым реальные сроки лишения свободы за наркоторговлю могут достигать и 10, и 15 лет. Месяц назад в Гомеле осудили двоих несовершеннолетних, распространявших спайсы среди одноклассников. Мальчишки со школьной скамьи отправились на тюремные нары. Приговор 8 лет каждому. И это еще, так сказать, щадящая санкция 328-й наркотической статьи. Следователи уточняют, люди большей частью знают о возможном суровом наказании. И, тем не менее, мы попытались разобраться, что приводит молодежь в наркобизнес, и почему они готовы так крупно рисковать своей свободой и жизнью. На вопрос «почему?» ответ простой – деньги. Как кажется, на первый взгляд, легкие деньги. Действительно, курьеру не требуется особых профессиональных навыков, а осознание того, что тебя попросту использовали, при этом зарабатывали гораздо большие суммы, приходит слишком поздно. На территории города Минска он забирал большие закладки. Нерасфасованный реагент, который привозил на территорию города Гомеля и у себя по месту жительства расфасовывал. Дело закладки, там 30 пакетиков, 15 пакетиков, 20 пакетиков, разное количество для мелких курьеров, о чем передавал информацию оператору. Оператор уже завербованными мелкими курьерами скидывал им информацию, получал от них отчеты о проделанной работе. И в дальнейшем, в принципе, общение шло именно с оператором. LegalRC.biz Сайт на российском домене. Своеобразная площадка вербовки сотрудников и оптовой продажи психотропов. Сегодня этот, равно как и множество других сайтов, ежедневно мониторят специалисты наркоконтроля. Сидеть в интернете для них реальная оперативная работа. Тут по выдуманным именам участников устанавливают реальных людей, их местоположение и роль в преступном сообществе. Отслеживают движение посылок с отравой и местных оптовиков. Один из минских магазинов попытался развить свою деятельность на территории города Гомеля, но два гражданина Минска 96-го и 93-го года были задержаны. Сотрудники управления по наркоконтролю совместно с ОМОНом у них было изъято более 200 свертков с психотропными мечтами. Часть они успели разместить на территории города Гомеля, часть находилась при них. Также, чтобы было интересно, перед тем, как посетить наш город, они посетили город Бобруйск, Бобруйск, те порядка 40 закладок тоже разместили. Кстати, о закладках. В заречной зоне Гомеля милиционеры не один день бродили в поисках тайников со спайсами. Ориентировались на данные, извлеченные из переписки наркодельцов. Необычные места, поиск по координатам, точкам геолокации, чекинам. Вся эта наркоторговля сродни пионерской зорнице или популярным сегодня квестам. Такая вот игровая форма во многом и привлекает подростков. Вначале в качестве покупателей психотропов, потом и в качестве курьеров. Только на кону не приз или почетный вымпел. В качестве награды весьма вероятно водворение в следственный изолятор. Вы либо сбыли, либо с целью сбыта. У вас, грубо говоря, наказание одно и то же. В диспозиции статьи оно одно и то же написано. Положили вы эту закладку в любовь. Это как минимально у вас с целью сбыта. И срок у вас пойдет по третьей части, если это особо опасный психотроп, если наркотик, то, естественно, вторая часть. То есть, не надо рассказывать, что я его положил и бросил. Нет, и прикопал. Все, вы прикопали, вы сделали закладку, сделали вы одну закладку, сделали вы 42 закладки. Ваше наказание, оно начинается от 8 лет. Ну, вот по третьей части. Лишение свободы по наркотической статье это далеко не самое страшное, что может случиться с человеком. Еще на слуху спайс-вечеринка на улице Докутович, закончившаяся выкалыванием глаз одному из наркоманов. По сей день в наивысшем рейтинге просмотров и светлогорский наркоман-алкоголик, грозивший взорвать многоэтажку, в которой жил, все они начинали одинаково, в порядке пробы, в порядке эксперимента. Раньше дурь по подъездам старшие пацаны раздавали, теперь отраву усиленно пропагандирует интернет, обещая новые миры и расширение сознания. Органы внутренних дел рекомендуют родителям более внимательно относиться к своим детям, общаться с ними, интересоваться их увлечениями и связями. Не лишним будет заглянуть в переписку в социальных сетях и мобильных телефонов. Необходимо направлять ребенка. Не стоит забывать и о том, что дети стремятся подражать взрослым, потому родители должны быть для них примером. Милицейская газета «На страже» публикует такие цифры. За последние 10 лет число наркоманов на 100 тысяч населения Беларуси увеличилось в 7 раз. Почти в 15 раз больше стало наркоманов моложе 15 лет. Наибольшее число наркозависимых зарегистрировано в Минске и Гомельской области. Самый чистый в этом смысле регион Могилевщина. Динамика роста в этой официальной статистике просто пугающая. А показатели сродни эпидемии. Более того, остановить волну наркотизации пока не удалось. Хотя, поверьте, меры принимаются чрезвычайные. Простой пример. Обычная для наших климатических широт канапля по латыни каннабис сатива эл. В старину с нее и веревки делали, и суп варили. И только в последние 15 лет эту траву стали курить. И хотя в белорусской конопле содержание каннабиноидов, собственно, токсичных веществ минимальное, местные наркоманы ухитряются приготовить себе зелье и из этого, в общем-то, безобидного растения. А правоохранители, в свою очередь, вынуждены подчистую уничтожать все известные плантации дикорастущей конопли. Уже уничтожено практически 12 тонн наркосодержащих растений на общей площади более 15 гектаров. Хотелось бы напомнить гражданам, что за незаконное выращивание наркосодержащих растений на приусадебных участках без цели сбыта влечет административная ответственность по статье 16.1 и предусматривает до 20 базовых величин штрафа. Те же действия, сопряженное выращивание с целью сбыта уже влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. Об ответственности и о безответственном поведении в сфере незаконного оборота наркотических веществ сказано немало. Видимо, в том числе и поэтому в молодом поколении поросли конопли вызывают по собственному выражению шок. Так было с юным видеоблогером жителем микрорайона хутор в Новобелецком районе Гомеля. Мальчишка нашел разросшиеся кусты растения на пластах завезенного грунта и поспешил поделиться сенсацией в кавычках с пользователями канала ютуба заодно с милицией. Правоохранители начинающего гражданского журналиста поблагодарили, а коноплю незамедлительно скосили. «Хотелось бы еще напомнить граждан и попросить, чтобы они оставались безучастными к данной проблеме. Как бы вот уже на сегодняшний день существует ряд положительных примеров, когда граждане обращаются по телефону доверия 701-515, как бы сообщают о плантациях произрастания наркотизодержащих рождений. Мы в последующем выходим на территориальное РОВД и в кратчайшие сроки данные плантации уничтожаются». Специалисты утверждают, что даже однократный прием наркотиков корректирует психику человека. И даже первый раз может стать последним. Это как русская рулетка, поражающая способность которой напрямую зависит от формулы и объемов принимаемого вещества. В соседней России от наркотиков ежегодно гибнет порядка 90 тысяч молодых людей в возрасте от 15 лет. Еще 100 тысяч вынуждены проходить реабилитацию в связи с тяжелыми последствиями для здоровья после приема наркотиков. который употребляет наркотики конечно помолодел. Много очень молодых попадают к нам на экспертизы несовершеннолетних то есть лишь до 18 лет. В ряде случаев это может вылиться в общем-то психотические расстройства которые тоже не имеют обратного развития. Это шизофренические психозы это расстройство личности. А знаете кроме ущерба здоровью наркотики это еще и юридические последствия. Наркоман оказавшийся в поле зрения правоохранителей автоматически получает в биографию жирное пятно а с таким ни на госслужбу ни в престижную компанию и еще после закрытия гомельского интернет-магазина по продаже психотропов о котором мы рассказывали в самом начале этого выпуска вскоре открылись другие. Это гидра у которой вместо отсеченной головы тут же появляются две новых. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова